Всех приветствую на канале Дневник Инвестора. В сегодняшнем видео я сделаю обзор своего криптовалютного портфеля на 2022 год, то есть на этот год. Покажу, что в моем портфеле сейчас есть, какие монеты в каких соотношениях, покажу, какие профиты или убытки, что я докупал, где усреднял позицию и так далее. Также скажу несколько мыслей по рынку, по биткоину, чего мы ожидали, каких целей достигли. Некоторые мысли писал в своем закрытом телеграм-канале по трейдингу, там четко обозначал последние как раз-таки движения. Стоял в ланге от 40 тысяч, от 42 и продолжаю держать тоже позицию. Собственно, это все сегодня с вами разберем, так что перейдем на телефон и будем разбираться. Собственно, вначале откроем приложение BlockFolio. Здесь я мониторю все свои криптовалюты, весь свой портфель, добавляю сюда, где бы ни находилась эта криптовалюта, на Binance, на бирже Bybit, Huobi или на холодных кошельках. Собственно, неважно, просто ввожу сюда то, что у меня есть, тот актив, если он, конечно, добавлен в это приложение, потому что не все добавлены. Если монета выходит новая, она еще не добавлена. Но все такие топовые проекты, они зачастую здесь есть. И, собственно, что у меня есть на текущий момент в портфеле. Вот здесь я сделал некую выписку основных своих активов, то есть криптопортфель на 2022 год. Сейчас часть в биткоине на такую сумму, в USDT большинство. И первая группа монет, которых на 50-150 долларов, это SafePal, VU, Ethereum Classic, Acala, Sys, RMRK, NIR, Atom, Sun, Chia, Dot и OneInch. Ну и вторая группа здесь на 20-50 долларов, соответственно, в таких суммах в портфеле. Вот вы тоже видите эту группу. Также есть IDO-портфель. Здесь у нас проекты Stader, Axelar, Agoric, The Gates, Unique. И Acala, который проект уже разлочен полностью. Его я держу, кинул в стейкинг, потому что он не дал еще тех иксов, которых мы, собственно, ожидали. И фиксировать на данный момент смысла, по сути, нет. Так, давайте откроем этот портфель и посмотрим, что у нас по профитам или по убыткам. Большинство из этих монет я, собственно, покупал еще в прошлом году. Кое-что, возможно, докупал, где-то усреднял, но держал всю просадку. И сейчас более-менее мы начинаем отрастать. Но это еще не те иксы, еще не тот рост, еще чтобы выходить в плюсы, а то и в ноль. Многим еще нужно долгое время, соответственно, держать свои портфели. По биткоину, собственно, его я взял недавно. По 42 тысячи вот такая была цена входа на 400 долларов. Уже есть профит 13%, по сути, примерно за неделю времени. В USDT тоже, соответственно, часть. SafePal, это, наверное, там монета, которую я больше всего держал и усреднял. Вот здесь можно посмотреть доход или убыток. Она в минус 12%. На такую сумму брал, такая осталась. Тоже она там работает в стайкинге, на кошельке SafePal. Два слова скажу, соответственно, о проектах, которые у меня в портфеле. SafePal, это, соответственно, хороший проект, который имеет свой аппаратный кошелек. Когда они запускают какие-то аэрдропы, монета может вылетать очень сильно. Это я тоже показывал не раз в своих каналах открытых, закрытых. Соответственно, различные палки она дает на 200-300%, иногда, когда выходят какие-то аэрдропы. Дальше, соответственно, Акала. Ее я даже немного докупал, когда она выходила, потому что не получал тех результатов, которые, как я уже сказал, ожидал. И немного там на 100 с чем-то долларов ее докупал. Соответственно, DOT тоже у меня заблокирован где-то на полтора года. Его я держу, участвовал в акционах Polkadot. И сейчас он у меня залочен. Монета РМРК, интересный проект, у которых своя метавселенная планируется. И, соответственно, этот проект мне рекомендовал мой хороший знакомый. И я, соответственно, доверяю этой рекомендации, поэтому тоже его взял в свой портфель и отнес в первую группу. Вот здесь именно первая группа, те, которых я больше чего-то от них ожидаю и меньше, это во второй группе. Но, тем не менее, первая и вторая группа, по сути, хорошие проекты, которые, по моему мнению, я буду держать, пока не буду закрывать полностью, собственно, весь портфель. Когда этот момент наступит, конечно же, я буду об этом говорить. Дальше проект NIR. Давайте посмотрим, что у нас здесь по профитам или убыткам. Здесь у нас в профите 25%. Если бы удачно в него можно было войти, еще по 6 долларов рекомендовал, но сам не успел подобрать. Взял только вот по 10 с копейками и, соответственно, профит тоже есть уже небольшой. Эфириум классик, который у нас недавно немножко выстрелил, тоже пока что 20% в профите. Тоже еще от него будем ждать побольше. Так, что у нас еще здесь с основных? ТКО, это вторая группа, САНД, САНД это у нас, по сути, в первой группе. Да, здесь у меня тоже примерно 20 монет, 10 в основном портфеле и еще 10 в портфеле по аирдропам. Эти монеты я, собственно, получал от CoinMarketCap и до сих пор, собственно, держу. Они там уже где-то от 80 центов, когда я их начинал держать по сей момент. Дальше ЧИА, она в небольшом минусе. Ван Нинч тоже уже давно держал. То есть, хорошие, крепкие проекты, которые еще своего слова не сказали. Хотя мы видим, что Ван Нинч у меня еще с прошлого года, с весны. Здесь он минус 46%, тоже здесь понемногу усреднял на небольшие суммы. В стейкинг кидал. И здесь как раз такие частички, вот эти от стейкинга я сюда плюсую и фиксирую, что у меня, естественно, есть. СКБ монеты. Здесь я их сутно не держу. Мне их где-то 50% от этой суммы, потому что был определенный айрдроп в сейфпал кошельке. И там у меня еще есть других много разных монет. Там и BNB, йог, и все ламучпады, которые там выходят. И примерно то, что там есть в пулах, находится где-то на 300 плюс-минус долларов. Поэтому отобразилось здесь только эту, потому что других добавить не смог. Ну и те монеты, которые, так сказать, потерпели фиаско пока что на данный момент, те, что я брал. Дар, блок, геншира и реву. Здесь я брал примерно на 50-80 долларов. И большинство из них просто улетели почти что в ноль. То есть я у них уже даже не обращаю внимания. Не без этого, конечно же. Убытки в любом случае у нас будут. Это нужно закладывать в свой риск менеджмент. Я готов эти деньги был терять. И, соответственно, сейчас мне уже не играет роль. И если будет отрастать, будет хорошо. Если нет, то так и быть. Вот. Так. Это, по сути, основной портфель. В портфеле по айрдропам у нас, ну, как бы ничего такого интересного нет. Здесь кусочки определенных монет пооставались. Здесь много выводилось с этого портфеля. Ну, это именно первый портфель, который я еще где-то года полтора назад завел. И все сюда добавлял. И есть у меня новый портфель по айрдропам. Это сута за этот месяц, за март. Вот он уже в таких количествах, собственно, у нас вырос. И держу тоже монеты VU. Это я получил айрдроп на Binance. Я его не продавал. Когда я его получал, он стоил 40 центов. Сейчас он уже дал, по сути, 63% от того количества, которое мы получили. Потому что монеты достаточно интересные. Binance их пампит. Залистина на многих хороших биржах. И ее я, собственно, держу. И буду держать, опять же, до того момента, пока не решу фиксировать большинство или весь портфель. HT. Тоже кусочек есть. Дальше у нас портфель на альтсезон. Кто за мной давно наблюдает, у нас была рубрика. Мне добавляли в этот портфель различные монеты, за которые голосовали в нашем телеграм-канале. И здесь большинство, в принципе, монет или в нуле, или в профите. Например, что у нас? VET. Недавно, кстати, мы последнюю, по-моему, то, что мы добавили. 40% профита. AVAX держим давно. Тоже здесь где-то 40% профита. Так, что у нас еще? Tron там где-то в нуле. Atom тоже в нуле. Потом Kava. Kava в небольшом минусе. Тоже лежит в стейкинге. Так, ну, собственно, вот такая ситуация по портфелю. Давайте еще покажу портфель по сейлам. Есть вот такой интересный сайт. Westlab.io. Здесь можно смотреть все проекты, которые будут разлоки. Через сколько дней. И вся подробная информация. Очень хорошо, очень удобно. Например, проект Agoric. Он есть в нашем портфеле. И здесь мы можем открыть информацию. И посмотреть, когда будут разблокированы монеты. Вот даже сегодня мы видим, через 3 часа монеты придут на кошелек. Будет дистрибьюция. Тут кошелек, который мы добавляли на CoinList. Разлок на CoinList начнется уже у нас в первом месяце лета. То есть 29 июня. Ну, и каждый месяц будем получать разлок. У нас первая опция. Так что посмотрим. И, кстати, здесь можно будет сразу кинуть в стейкинг эти монеты, когда они сегодня у нас разлочатся. Так что, думаю, эту информацию я еще напишу в своем телеграм-канале дополнительно. Это отдельная тема. Так что здесь заострять внимание, по сути, не будем. Дальше у нас проект Stader. Он уже вышел. Но у нас вторая опция. Через 17 дней будет разлок опции второй. Проект я покупал по 3 доллара 33 цента на второй опции. И сейчас он в районе 5 долларов. То есть даже нет X2. По сути, проект Stader нам не дал даже 2XO. Поэтому будем его держать до лучших времен. Скорее всего, фиксировать на разлоках не буду. Или, может, какую-то часть. В общем, буду смотреть по ситуации. Так, что у нас еще осталось? У нас еще проект Axelar, который через 1 месяц 12 дней выйдет. И те проекты, которые еще нет объявления по четким датам. Например, проект Unique и Zane Gates. Но они могут в любой момент объявить. И, соответственно, будут уже четкие даты. Такое произошло недавно с проектом Lumerine. Который вообще непонятно, когда должен был разблокироваться. Никакой информации не было. Но вот уже объявили. И через сутки практически будет листинг на бирже KuCoin. Насколько я знаю, может, на других биржах. Так что такое тоже бывает. Собственно, с разлоками мы разобрались. С портфелем разобрались. Давайте посмотрим некие мысли по рынку. То, что я говорил, что брал Long по Bitcoin. Ну, вот где-то в этих диапазонах, когда мы были в районе 40-42 тысяч, у нас приближалось вот это пересечение скользящих средней, скользящей МА50 и МА100. То есть, соответственно, зеленый это МА50. И когда зеленый снизу вверх пересекает желтый, то есть, это хороший бычий сигнал. И что у нас и произошло. Давайте мы сейчас быстренько тоже откроем TradingView. Мы здесь посмотрим, что у нас сейчас произошло. А вот мы видим, собственно, ситуацию, когда у нас было пересечение, и вот здесь уже начинался вот этот рост. Когда эта линия подходит снизу вверх, зачастую, по сути, можно увидеть такие графики. Если мы вернемся в историю, вернемся назад, то мы с 5 декабря еще прошлого года, получается, когда упали вниз под желтую скользящую, мы не пересекали. И все время мы шли вот в этом нижнем и боковом движении или коррекционном каком-то, но не выходили за уровень как раз-таки 45 тысяч, который достаточно силен. Вот здесь был последние несколько месяцев, и буквально сегодня мы его пробили, что очень хорошо. Я по-прежнему стою в ланге, брал его по 42 тысячи. Основные части уже зафиксировал, стопы в плюс, и будем ждать дальнейшего, собственно, движения и роста. Кстати, интересная ситуация по эфириуму, он сейчас дает больше иксов, чем биткоин, потому что мы видим, что вот у него только что произошло это пересечение. Если биткоин это уже несколько дней, то эфира это пересечение только вот происходит, и мы видим на фоне этого он чуть-чуть быстрее, чем биткоин у нас тоже растет. Я в своем закрытом канале по трейдинг как раз-таки обозначал все эти детали, записывал видео, в котором говорил, что если у нас придет это пересечение, то есть большая вероятность того, что мы можем хорошо вылететь вверх. Это произошло, тоже брал еще лонг по монете сейфал, помимо того, что она у меня на споте лежит, я еще брал, начиная с... Вот у нас первый вход был по 0.77, сейчас 0.91 тоже хорошо уже здесь на ней проехались. Чего можно ожидать по рынку в ближайшее время? Учитывая то, что мы пробили, соответственно, уровень 45 тысяч, который был достаточно сильным, 45 600 даже можно сказать. Дальше у нас такие уровни на 50-52 тысячи. Если их будем пролетать, то дальше мы можем еще хороших результатов в этом году увидеть. У нас глобальный, конечно же, all-time high это 69 тысяч, и если мы его будем пробивать, то, думаю, это случится в этом году. Если у нас будет какая-то другая история, ложный пробой вот этого уровня и возврат вниз, тест 29 тысяч, такое тоже исключать нельзя, но я все-таки за бетчей сценарий, я держу свой портфель, который вам только что показал, и буду фиксировать, когда, наверное, мы сделаем вот этот долгожданный перехай, возможно, 70, 80, 100 тысяч, и тогда я уже задумываюсь о фиксации. Возможно, на этом пути некоторые буду частями фиксировать, буду смотреть, буду, возможно, писать обо своих мыслях в телеграм-канале. В принципе, вот такие мысли, какого-то конкретного прогноза дать не могу, свой лонг держу, опять же, я зарос то, что и говорю, учитывая вот это пересечение. Это был для меня главный сигнал, и плюс мы над линией тренда находимся, и все сходится к тому, что криптовалюты будут набирать своего оборота. Плюс в мире происходят интересные вещи, кризисы, войны, и все только начинается, и криптовалюта может быть очень хорошим защитным активом. Потому что сейчас в какую валюту не посмотри, будет это гривна, рубль, доллар или какие-то евро, другие там, не знаю, шейкли, либо еще что-то. Это все под угрозой, если бумажные деньги выйдут из тренда, так сказать, то сменятся электронные деньги. Криптовалюты уже здесь хорошо обосновались, и то, что мы на этом рынке, и понимаем, что и как происходит, это очень важно в текущие дни. Так что на сегодня все, такие мысли. С вами был Дмитрий, канал Дневник Инвестора. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok